Добрый вечер! Вопрос к обсуждению очень важной и центральной темы влияния того самого дурного побуждения, то, что называем ецарара на наше служение. Врата пятый, то есть вся тема в целом, это тема, каким образом можно добиться исполнения воли Всевышнего, исполнения Его повелений с намерением во имя Его, то есть, как тут сказано, посвящать все свои дела только Всевышнему. Видимо, что-то намешает, на первый взгляд. Ясно и очевидно, что если мы уже соблюдаем эти митцвот, ну, так надо делать имя Его и только для Него. И тем не менее, мы видим, что это не происходит. Почему? Что-то мешает. Что именно мешает? Говорит, Рабейну Бахи, знаете же, есть то, что называется ецарара, дурное побуждение, которое уводит нас, то есть, оно мешает нам сосредоточиться, мешает нам иметь должное намерение. И в этом пятом разделе он приводит те самые примеры ложных идей, которые уводят человека от истинного служения, от посвящения своих дел Всевышнему. Каким образом ецарара удается увести человека от этого правильного пути? Уже на нескольких занятиях этот изощренный путь ецарара мы с вами изучали. То есть, он идет шаг за шагом. И уже, в принципе, все, что сегодня пробуждается в нашем сердце, какой-либо вопрос, смотрите, еще много-много сотен лет назад уже спрашивали. Скорее всего, это еще до того было спрашивали. Ецарара работает последовательно, шаг за шагом, точно зная тонкости нашей души. И вот проделали определенный путь, как игра чуть ли не в шахматы. Вначале он посеет нам сомнения. Не возьмется сразу за основной. Это со стороны, на первый взгляд. И говорит, а кто сказал, что вообще у человека остается душа после его смерти? Кто сказал? Первое сомнение. Ну, когда оно было разбито, то он видит, что в этом месте не пройдет. Тогда он говорит, секундочку, идет по большому счету. А кто сказал вообще, что ты есть творец? И существует Всевышний, который сотворил этот мир. После того, как разум, который должен бороться с этим, дал отпор и дал ответ. И как мы уже говорили много раз на прошлых занятиях, о том, что эта война против Ецарара, она настолько сложна. Ведь он полностью, казалось бы, владеет нами. Единственная возможность выигрывать у него эту войну – это силы разума. Как немного света разгоняет много тьмы, так и чуть-чуть разумного понимания. Оно, вот эту ложь, на которой Ецарара расстроится, все этот разум может отогнать, разогнать. Но надо только разум этот настроить. Надо стараться, разобраться, понять, проанализировать. И вот, когда Ецарара нашепнет нам, то есть от дурного побуждения, скажет секундочку, а кто вам сказал, что есть, может быть, никакого Бога нету, то, как на прошлом занятии, мы привели все аргументы для того, чтобы показать о его существовании. Снова напоминаем, снова и снова. Тут только повторение того, что мы говорили с вами в «Видении» и в «Первых вратах». Там подробно мы разбирали все те же самые темы. Не все, частично, да, но вопрос о реальности Творца там был разобран. Точно так же сразу же отсылаю к книге, где подробно написаны все вопросы, которые мы тут обсуждаем. Называется «Реальность и иллюзия», выпущена где-то уже около года назад. Там можно найти ответы в письменной форме на те вопросы, которые мы тут обсуждаем. Мы тут говорим кратко, намеками, как в некой, больше в форме конспекта или обзора некого. То есть второе сомнение, которое захочет породить Ецарара, это о реальности Творца. После того, как это у него не получилось, он совершенно не теряется. И говорит, ну, если у Творец есть, то кто сказал, что он один? Может быть, их-то много? То, что называется идолопоклонство. Это уже легче отбить. Отбили это. После этого он не успокоился. И что дальше он сказал? Ну, хорошо. Может быть, их там немного. А он один. Но кто сказал, что вообще он интересуется нами? Смотрите, он такой большой, а мы такие маленькие. И никакой связи между нами не должно быть. Другими словами, Творец существует. Но он нами не интересуется. Он не знает, что с нами происходит. И тем более не вмешивается в нашу жизнь. Снова пришлось силой разума приводить аргументы для того, чтобы отбить и это сомнение. Как только оно было отбито, то пришло следующее сомнение. Он никогда не оставляет нас без этих сомнений. Что-то еще в сердце пробудет. И вот мы приходим уже непосредственно к занятию нашему. А, еще посередине было, а после этого еще одно сомнение. О том, что попытается заранить сомнения в пророчестве и в пророках. И в том, что сказано в Торе и так далее. Снова надо было, это было тема прошлого занятия, привести все доводы против этого сомнения. Чтобы снять это сомнение. Теперь пришли вот к нашему занятию. Что дальше? Какой следующий шаг? То есть получается, что уже душа остается после смерти. Есть Бог. Он присматривается нами. Их там немного, Он один. Тора эмет. Пришлось соглашаться. Ну, пришлось согласиться. Что дальше? То. Тора истина. Следующий шагом, Это наиболее классический случай, который, в принципе, составляет чуть ли не нашу всю историю. Приходит тот самый дурной побуждение и говорит, А кто вам сказал, что есть устная тора? Письменная, пожалуйста, есть. То вы мне доказали. Письменная тора. От самого Бога, как мы говорили, получена на горе Сина. И сохранили ее, все переписывали с полной точностью. Устная тора. Вы же сами говорите, что она устная. Ну, люди передали. Одни сказали так, другие такая сказали так. Эй, не знаю, ты сказать, какой-то еще испорченный телефон. Вообще, почему мы должны верить? Кто сказал, что нужно доверять этой устной торе? Видите, так он и говорит. Когда дурное побуждение потеряет надежду преуспеть в своих прежних замыслах, оно попытается доставить тебя усомниться в устной торе. Оно скажет, верно, что заповеди, как те, которым нас обязывает наш человеческий разум, так и те постановления торы, которые мы не можем понять, истины. Но постановления наших благословенных памяти мудрецов не столь уж важны. И мы не обязаны подчиняться им. Да. Ну, давайте напомним чуть историю, которую, я уверен, каждый из вас знает, но давайте ее напомним. С момента, как Тора была получена, на первых поколениях, то есть во время не только первых поколений, во время старейшин, эпоха судьи называется, после этого эпоха пророков и царей, так как пророчества, так как всю Тору передавали через пророков, то и вопрос, так как доверяли пророкам, их проверяли, как мы говорили, то и вопрос о устной торе не стоял. Как только мы приходим к эпохе второго храма, тогда, когда пророчество уже прекращается, и вся Тора теперь проходит через мудрецов Торы, пробудился этот вопрос. Как все знают из Мишны, в Перке, вот, был один из мудрецов, первых, через которые прошла вся Тора, была Антигона Шрисоха. У него было два ученика. Одного называли Цадок, а другого называли Бейтус. И которые не поняли своего Реби, не поняли своего учителя, который обучал их о том, что нужно служить Всевышнему, не для того, чтобы получить вознаграждение в градушном мире, как будто вы не имеете вознаграждения в грядущем мире. Он им ведут только намерения. Он не говорил, если вознаграждения в грядущем нету. Они поняли из его слов, что в грядущем мире нет никакого вознаграждения. Если нет вознаграждения, то отсюда они сделали много других выводов, один за другим, пока они пришли к тому, что вся Тора, которая передавалась устно, она не имеет под себя основу. Основа – это только письменная Тора. Как результат, возникла секта под названием Сдуки. По-русски их называют Саддуке. А так как произошло разделение, то эти как бы отделились, назвали Саддуке, то противоположную стать называли Прушим. Слово Прушим, Шем Паршу, они отделились их по-русски страшным словом, которое несет очень негативную коннотацию, которое внесло христианство в это, называли их, они же были страшные, они те, которые как бы основные, которые не соглашали, их называли фарисеями. Страшное слово фарисе. И вот, это еврейская история, это начало, начало сомнения, что значит в устной Торе, оно отразилось самым большим образом на еврейский образ жизни, на все, что происходило. И Мишна, и Талмуд полны разъяснению этих споров между между дздуками, как называли, саддукеями и фарисеями, между дздуками и Прушим. И многие даже, Аллахай иногда был установлен, только чтобы ни у кого не пробудилось желание пойти по пути, который установили эти тздуки. Тема сама по себе, мы ее не будем разбирать. Но что интересно в этом деле? Кто чуть-чуть пытается всунуть голову в историческую конву этих всех событий, обращают внимание на то, что от саддуки, они появляются на почве то, что называется итьявнут, эллинизм. Это же тогда как раз произошло именно в ту эпоху, когда Греция, она захватывает весь мир. И эллинизм пронесся по всей цивилизации и захватил ее красотой своей, мудростью, своим умением. И это дошло и без кровопролития, и до простого народа. Точнее, не простого народа, а скорее всего, до элиты, которая переняла это все. И на этой почве возникает, искали, что называется, я царара, тут уж точно искал себе, дурное побуждение искало себе какую-то основу. И вот они нашли на базе недоверия к устной торе снять с себя многие ограничения. И начали постепенно, естественно, что это добавили от себя мудрецы Торы, и это добавили, и это устрожнили, и это устрожнили. Кто сказал, что нужно устрожнять? Все для того, чтобы можно было, так сказать, заниматься Олимпиадой, так сказать, бросать эти кольца, не знаю, там диски, там бегать, чтобы театр устроить, чтобы был мужской и женский пол вместе. Мало что изменилось с тех пор до наших дней. Такая же картина, приблизительно, мы видим, она повторяется, только в разной, в другой форме, но та же схема повторяется с тех пор и до наших дней. Что интересно в этом, как только вот эта политическая канва закончилась, и этого всего дела, вот эти духи исчезли. Они исчезли. Более того, и бейтуси исчезли. Бейтуси, это были противоположные стороны, которые есть, которые их даже идентифицируют с сектой Евсеев, которые, наоборот, они взяли более крайнюю форму. Если цедуки, они были такие, которые были как бы модерны, то есть они пошли за новыми влияниями эллинизма, то бейтуси, наоборот, они ушли в горлы, в горы, они жили отдельно сектой, они вообще не считали себя более правильными, чем другие, устроили свои законы, и все как бы на базе только торы. Торы письменные. Как только база политическая для жизни цедуков, этих садукеев, она закончилась, то есть с победой Маккабим, когда Маккабим исчезли они, перебили часть этих эллинистов, а все остальные сделали Чуву, и исчезли все они, исчезли. Но на этом испытания не закончились, не проходят несколько сотен лет, и, что называется, как всегда, за всем стоит какая-то неординарная личность, и была такая личность, которую называли Давид Бен Анан, который жил на территории современного Ирака, тогда это Бевель, который не получил должность, которую он думал, что он должен получить, и он устроил бунт, тоже взяв за основу сомнения, сначала это было сомнение, а потом прямо и вот открытая война с Устной Торой. Как результат, целое течение, то есть огромное, немалое количество еврейских душ, которые покинули еврейский народ, превращившихся в караимов. До сегодняшнего дня есть эти жалкие остатки, они тут и там существуют, которые называют себя караимами, даже живут еще на территории Израиля. И с тех пор была еще не одна попытка, не одна попытка оспаривания Устной Торы. Кстати говоря, можно было вспомнить, что оспаривание Устной Торы было со стороны Шомраним, самаритян, так называемый, еще в эпоху первого храма, да, то есть еще. Но это вообще отдельная история, потому что речь идет о Кутим, а народ, который, Сан-Гриф, он перепутал все народы, и десять колен он изгнал в страну, в одну страну, и с той стороны перегнал народ в это место, он перемешал все народы. И народы, которые пришли на место в Самарию, это был из района под названием Кут, их называли Кутим, и они смешались с остатками евреев, которые были там. И было определенное событие, которое заставило их от страха принять еврейство. Они как бы прошли, условно говоря, гейюр, но при этом они сохранили свои обычаи. До сегодняшнего дня, есть их жертвоприношения, они делали на Гаргрезим, есть который тут, недалеко от Шхема. Кто знает эту историю, даже во время еще, когда еще можно было туда ездить, это можно было воочию все это видеть, их место, их жертвоприношение. И до сих пор остались чуть-чуть этих самарисиан, даже тут в Израиле, живут в некоторых местах. То есть память от них осталась. Но практически кроме этого ничего. Сама история уже доказала правоту, есть устная тора или нет устной торы. То есть все те, которые бунтовали, и говорили о том, что устная тора, она эта выдумка, ее придумали. Кто вам сказал? Есть тора письменная, давайте ее соблюдать. А устная тора, это все мудрецы торы придумали. Бунт этот, мы видим, он уже, что называется, решен временем. Казалось бы, ему уже ничего после этого исторического ракурса не нужно добавлять. Но мы да, добавим, потому что сам Рабину Бахи обращается, он еще не знает всю историю. Мы же видели перед собой, кстати говоря, еще и исторический процесс отрицания устной торы, который начался с Мендельсона. Прямо тут вот эта эпоха просвещения, что называется. Все перед нашими глазами практически происходило. Все заново происходило. Все заново происходило. А до этого были еще другие течения. Не будем тут это упоминать. Это просто не наша тема. Для нас только будем придерживаться чуть-чуть текста. Что говорит? Как опровергает это сам Рабину Бахи? Он говорит так. Но когда ты всмотришься во все это очами своего разума, поймешь, что как те заповеди, которым нас обязывает разум, так и те, которые являются непостижимыми постановлениями торы, чрезвычайно нуждаются в устной торе, ибо без нее невозможно исполнить должным образом ни одной из них. Что он говорит? Есть заповеди, которые понятны разуму человека. Например, не убей, не укради, не прелюбодействуй. Разуму понятно. Нам как-то не хочется, чтобы меня украли. Ну, по-моему, должен быть закон, который обяжет всех не красть. Что-то понятно это. А есть, например, законы типа красной коровы, или законы кашрута, например. Есть законы, которые мы не понимаем. Почему кашрут? Что в этом кошерное, а не кошерное, да. Это кусок мяса кошерное, это не кошерное. Разум это не понимает. Два вида. Он говорит, неважно, какая из постановления торы, которые вы, кстати говоря, уже приняли, что оно принимает на себя, что это так нужно. Да, вы принимаете, да. Он говорит, то ли такие мясо, то ли такие. Их невозможно исполнить должным образом. Ни одно из них без устной торы. Для заповеди первого типа, если только она не установит для них определенных, определений количественных или качественных границ, относящихся к времени и месту, а также прочих деталей, мы никак не сможем сделать этого одной лишь силой нашей мысли. Он говорит очень просто. Говорит, зачем вы говорите? Устная тора – это что называется built-in. Без этого ничего невозможно понять. Давайте докажем это методом от противного. Давайте предположим, что ее нет. Откроем тору. Ну, например. Я приведу вам примеры, которые самые разбитые, которые самые употребляемые, которые все-все-все услышали неоднократно. В торе сказано первое митва, которое есть. Первое митва в торе, которое указывается нам, это повеление нашему прородцу Аврааму сделать бритмилу. И сказано о том, что он должен ласир орла, он должен снять орла. Там не сказано, как мы понимаем. Там нет этих слов. Там только сказано то, что надо по-русски освободиться от того, что называется непонятным словом орла. Что такое орла? Что такое орла? В переводе на русский язык, или просто даже перуш, который есть перуш, оттолкование на самом еврите. Аши дает рамбан. А орла – это кисуй, это покрытие. Или скрытие. Что-то такое, что покрывает, что прячет. То есть это кисуй. Орла называется. Или закупоренность такая. То есть мы более-более скажем, что-то, что мешает. Что-то, что мешает. Все? Сказано, где это делать? Не сказано. Давайте оставим Тору письменную, так как она и есть. Мы можем ли понять повеление, которое дал Бог Авраама вину, сделать ему брить милу, где она делается? Ему сказали, снимай орлу. А дальше мы читаем, где. Орла сказана впоследствии еще в самой Торе, чуть ли не такими же словами, что нужно снять орла-талев. Орла, оказывается, вот это покрытие, эта закупорка находится на сердце. Можно снять, отрезать, делать операцию на сердце. Есть это орла на ушах. Орла, то знаем. Будем резать уши. Что? Что-то надо, по-видимому, что-то снимать надо. Надо что-то откупоривать, надо что-то это вскрывать. Надо что-то сделать, надо что-то отрезать, что-то освободить, чтобы... Если у нас нет Торы устной, которая все это объясняет конкретно, а что, где резать надо, и что имеется в виду, нет никакого понимания, ни как снимается это орла ушей, ни как орла сердца, и ни как орла, которое должно сделать Бритмила. Мы совершенно не знаем, где это даже делать, и тем более не знаем, каким образом это делать, что резать, сколько резать, в каком месте резать, что... Вообще ничего не знаю. Это только один пример. Есть митсфат филин. Что это такое вообще? Сказано это... Что такое дворима элю? Что такое дворима элю? Эти вещи, эти слова, не знаю, как хотите переведите. Надо их куда поставить? То-то-фот, ке-то-то-фот, бе-э-э-не-ха. Между глазами твоими. В дословном переводе. Что делали шомранимы? Знаете, самаритяне, что делали? Они ставили тфилин сюда, между глазами, вот сюда. Есть которые... А есть которые ставили, которые поняли, это сказать, что надо их ставить на стенку и смотреть на них вот так. И когда она была накладывать тфилин, имеется в виду на стенку, и вот между глазами, чтобы они были, вот прямо на уровне. А есть которые между глаз. Ну, люди придумали, что могли придумать. Теперь попробовать. А, кстати говоря, непонятно, почему они поняли, как этот филин вообще должен выглядеть. Почему он такой формы, что должно быть внутри. Это все устная Тора. Не можете из тех слов, которые есть в самой Торе, выудить вот эти, что называется, количество, качество, границы, когда, что, как. Шум давал. Верно? Например, сказано по поводу митцвы. Сидите в суке. А что за сука? Может, вигвам? Что за сука? Что это такое? Ну, шалаш. А какой шалаш? А шалаш такой маленький, меньше, чем 7 на 7. А такой, который, знаю, так сказать, на полы, на полы, я знаю, на города, это тоже является сука. Или высотой, знаю, 50 метров, является сука. Далее, где качественные и количественные границы всего этого? Когда? В какое время? Митцва, которую мы должны выполнить, вот определенную, съесть мацу, когда мы это делаем? Может, надо это вообще до того, как делать? А может быть, посередине Песоха? А может, с утра? Как? Когда? Что? Если нету устной туры, мы еще не понимаем. Субботу. Суббота. Сказано о том, что запрещена малаха. Что такое малаха? Работа. Назови, переведем ее работой. Назови, показываешь, какое-то другое слово, как это, малаха, как можно говорить, малаха. Что такое, кто знает, что такое работа? Что такое малаха? Что такое работа? И что запрещено именно в субботу? Помню ребята, которые начали соблюдать. Начинать с братом, а если уже готов что-то соблюдать, то готовы, что называется, смотреться на подвиги, то есть без каких-либо там особых компромиссов. Заодно они никогда не спросят. Ну, нельзя, вообще, вообще нельзя хорошо сразу ложиться на сердце. Все. я помню, когда ребята начинали, то, например, жена пришла, говорит, послушайте, я, это ужас, я, 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 что тут происходит? Говорит, что такое? Говорит, смотрите, есть такой трис, называется, этот, как его? Жалюзи. А, жалюзи, да. Он говорит, субботу нельзя ни поднять, ни опустить. Говорит, у нас запах в доме, а что такое? Он говорит, что нельзя воду спускать в туалете, у нас трое детей. Понимаете, он посчитал, что это тоже малаха. То есть, вот видите, вот вам пример, прекрасный, это конкретный пример, то не, это, можно таких придумать сотни, это то, что лично я встретился с доморощенным, толкованием того, что такое слово малаха. Без устной туры, что именно имеется в виду, каким образом, что да запрещено, что зарешено, нет никакой возможности не понять. Другими словами, что мы говорим? Сократим. Без того, чтобы не предшествовало объяснение тексту, этот текст, он абсолютно закрытая книга. То есть, тут даже не требуется никаких доказательств. Это как в мире существует совершенно ясно, очевидная реальность, что есть теория, а есть практика. Вот идите учиться быть врачом. И вот вам пять лет, шесть лет, вы учитесь, теория, так рассказываешь, тактику, пока не придете в больницу и не начнете сами практиковаться. Все, что учили до этого, ничего не будет понятно. Должна быть всегда эта основа какая-то, практическая основа, которая конкретно эту идею превратит вот в реальную реализацию какую-то. Вот как это надо осуществлять. Так, так и так. О, теперь понятно стало. Это все устная тара. Другими словами, в мире ничего не может быть понято без того, чтобы не существовало вот этот симбиоз письменный и устный. В нашем случае тоже. А так в любом учении так должно быть. Теперь обратите внимание, что у нас этот формат, то есть устная письменная тара изначально дан. Более того, тара устная, она предшествовала тара письменной. Надо знать, это самое, один из наших фундаментальных знаний, которые нужно знать, что вначале Маширабейну получил, наш пророк Машир получил тару устную. Когда он получил, когда он находился на горе Сина, 40 дней, 40 ночей, второй раз. А когда было написано письменное тара? Только после этого, в течение 40 лет, блуждания по пустыне. Как говорят мудрецы, говорит, Радеслер, соотношение между торой письменной и устной, это как соотношение конспекта и лекции, где есть содержание того, что лектор хочет изложить. Вот, лекция, сколько? Час. Давайте посмотрим человек, который умеет конспектировать, давайте посмотрим, сколько времени займет прочесть его конспект всей лекции. Три минуты. А куда делся целый час? О, это то, что есть. А Маширабейну получил все знания со всеми деталями, практику, как конкретно все это осуществлять во всех деталях на горе Синой, в пророческом состоянии. А впоследствии, чтобы эти знания никогда не исчезли, всегда можно было их перепроверить и выверить, что всегда иметь, как же называется, базу, на чем основываться, чтобы она была смахта, на чем основываться. Для этого Творец дал нам и Тору письменно, и они, как одна, другая, дополняют другу, один, другой дополняют. Поэтому, если будет даже потеряно что-то из Торы устной, можно ее восстановить из Торы письменной, как, например, было, прямо в самом начале, когда, после того, как Машера Бейну спросил, Ишуа Бейнуна, помнишь ли ты всю Тору, Которую тебе передал? Ответил, Машера Бейнуна, да, конечно, мы уже так много ее повторили, ну, Вару Хашем помню. Как только сказал, помню, забыл. И забыл несколько тысяч аллахот. Его хотели убить. Поэтому, ему сам Бог дал совет о том, что как, значит, сделать увлекающий маневр, а тем временем другой мудрец не он, он и был самым большим мудрецом, Этниэль Бейнгнас, он восстановил путем логических рассуждений, законов, и из письменной Торы эти законы, которые потерял, утратил Ишуа Бейну. То есть, это система, которая позволяет следить и восстанавливать, если, не дай Бог, что-то будет забыто, то есть, из устной Торы мы понимаем письменную Тору, а из письменной Торы можно вывести и частные детали с определенными законами, законами устной Торы, детали более подробные, конкретные, связанные с устной Торой. То, это основа, это база, которая у нас, что мы видим? Мы видим, что без этого, без этого, без того, чтобы у нас не было устной Торы, вообще ничего не понимается. Поэтому, когда приходят и говорят, эй, ты придумали? Что значит мы придумали? Никто, мудрецы придумали. Они не придумали. Без этого ничего не может пониматься. Поэтому мы видим, как в отличие от других, скажем так, конфессий, там нету изначально устной Торы. Есть там, что называется, постфактум, пытаются уже это все объяснить. Они понимают о том, что невозможно, слова, которые, которые, которые в кратком содержании, они, их можно как-то понять. И приходится им объяснять. В иудаизме изначально идут сначала эти подробные объяснения, а на них накладывают уже конспект. Это совершенно другой подход. Поэтому все объяснения мудрецов, они изначально, мы их воспринимаем как базу понимания Торы письменной. Продолжает Рабейн Бахия говорит точно так же в отношении заповедей второго типа, то есть те, которые мы не понимаем. Следует сказать, что если устная Тора не укажет нам, как прочитать текст, не объяснить языка его содержание и законов из него вытекающих, то мы не сможем понять всего этого из одного только текста свитки Торы. Как сказали наши мудрецы благословенной памяти, существует 13 правил выводов законов, называется Брайт Адара Бишмойль и так же сказано традиция ограда для законов. Это целая тема, тут можно было посвятить не одно занятие, чтобы это подробно объяснить. Смысл очень простой. Без устной Торы мы не понимаем в письмной Торе ничего. Только приведу один пример, просто не более того. В Торе Тора написано языком для русскоязычного слушателя не совсем понятным. Этот язык он не как в русском языке, что у нас есть, мы пишем с вами и гласные, и согласные буквы. На языке Торы пишется только согласные буквы, нету гласных. поэтому нам только устная Тора передает, как правильно читать. Например, есть запрет есть, называется хелев. Внутренной жир. Внутренной жир. Запрет. Когда-то что-то там разделали, там зарезали кошерно, все очень хорошо. теперь и вот этот внутренной жир, этого запрета есть, хелев называется. А как написано? Написано, откуда мы знаем, что это хелев? А может быть, те же самые буквы читаются, как халав. Молоко. Так может быть, молоко запрещено? Ну так молоко будет запрещено. Причем тут хелев? Откуда как знать. И таких примеров множество, когда просто невозможно прочесть то, что написано в описанной Торе, без того, что предшествовало этому устно Тора, который все это объясняет. Я уже не говорю, тут, видите, тут упоминается 13 правил выведов закона, каким образом мы выводим все эти законы, как одно связано с другим. Должно быть нам очевидно, что это там. Дальше. И еще следует добавить, еще один аргумент, он говорит, что сама Тора, письменная Тора, отсылает нас в искусственной Торе, когда появляется необходимость принять решение согласно закону, необъясняемому непосредственно в Торе письменной. Тебе слушайте, это вот это, это что называется Макеба Паттиш, это очень важный аргумент, который полностью эту тему завершает и не оставляет от него уже никаких сомнений. Что-то сказано. Если цитата из Торы из книги Дворим, если непостижим для тебя будет закон, чтобы судить. Вот видите, вот видите, точно пример. То есть, мы не будем знать, как решить закон, мы не поймем, что написано в Торе письменной. то есть, непостижим будет закон, чтобы судить по делам спорных во вратах Твоих. То встань и взойди на место, которое изберет Господь Бог Твой и расспроси и скажут они тебе судебное решение. А далее скажено, а человек, который садеет зломеренно, не послушав священнослужителя или судью, да умрет тот человек. Даже такое наказание не... То есть, Тора сама в момент, когда появляются вопросы нерешаемые, которые невозможно их решить на базе самой письменной Торы, она говорит, послушайте, у вас есть вопрос, идите, вот есть священнослужители, есть Куани, есть мудрецы, спрашивайте их. Кого спрашивают? Она не говорит, Тора говорит, эй, прочитайте более внимательно, поймете, вытащите все частные детали, каким образом делать бритмилу, каким образом накладывать филин, каким образом соблюдать субботу, она не говорит. У вас появятся новые вопросы, идите, спросите мудреца своего поколения. И более того, сказано, а кто не послушается их, да умрет тот человек. Получается, что сама Тора письменная, она с точки зрения наказания наказывает того, кто не будет слушаться мудрецов больше, чем нарушение самой Торы. Ну, видим, что и самой письменной Торы, что мы следуем, что есть устная Тора, и она решает все эти проблемы. И согласно, понимая устной Торы, и понимается и все остальное. Я думаю, что, жаль, времени больше тратить на этот вопрос. Это то самое чуть-чуть света, которое должно разогнать много лжи, дурного побуждения, которое побуждает в нас сомнения. А вдруг устная Тора, она придумана мудрецами. И это, кстати говоря, важно, очень важно до сегодняшнего дня, потому что вот эта попытка сказать о том, что вот Тора, ну хорошо, Тора, предположим, что она от Бога, а вот все остальное придумали, вот эти хмурые раба ним, они, вот эти раввины все это придумали. Мы видим, что, видите, все это было тогда, сейчас, и надо знать, что без этих, что называется, придумок, вообще ничего не понимается. Только те, которые, которые слушались мудрецов, Торы, на всех поколениях, только они остались, а все остальные были интересантами. Все они приходили в этот мир, оспаривали, и, так сказать, когда они уходили из мира, то все ихнии идеи, все ихнии смертью и уходили из этого мира. И ничего от них не оставалось, кроме памяти. И мы видим прямо перед своими глазами, это даже история наших последних вот 250 лет, с момента, когда началось это просвещение до наших дней. Прямо сейчас тоже перед нашими глазами это существует. Чуть дальше, может быть, поговорим о современном состоянии. Итак, это еще одна попытка дурного намерения, дурного побуждения сбить человека с толку, посеять его в сердце сомнения. Ну, видите, свет разогнал эту тьму. Что дальше? Когда дурное побуждение потеряет надежду преуспеть в своих замыслах, в том, о чем мы говорили до сих пор, она, думаете, успокоится? Нет. Она постарается посеять сомнение в истинности, награды и наказания. Я говорю, то, хорошо. Вы меня убедили. Есть устная тара, есть письменная тара, правда, есть устная тара, правда, все очень хорошо. Кто вам сказал, что есть вообще награды и наказания? Прежде всего, в этом мире. И скажет, подобно некоторым из людей, если бы этот мир был устроен справедливо, то и не изливалось бы в нем благо на злодея, а зло на праведного. Вот мы пришли к теме, которые, видите, многие из нас поднимают неоднократно. Называется, как может быть, что вот праведник страдает, видите, а злодей, смотрите, как он торжествует, как ему хорошо живется. Известный вопрос, который много раз уже обсуждался. Давайте тут его очень коротко тоже обсудим, чтобы это было ясно, потому что до семочного дня надо знать, что эти аргументации, она, то есть вот эти, вот эти предлоги по поводу справедливости и того, как мир должен быть устроен, используются атеистами, активными атеистами в своей пропаганде самым сильным образом. Да и просто от простых людей без особой пропаганды можно услышать эти слова. Смотрите, сколько в мире несправедливости. Так одни говорят. А другие говорят, смотрите, как много в мире зла. Ну, ж не может быть, чтобы Бог это зло сотворил. Вершина всего этого всегда указывает на, почему-то, на катастрофу еврейства европейского, когда 6 миллионов евреев погибло, и все спрашивают вопрос, а где был Бог? Как результат можно снять с себя кипу, можно снять с себя все остальное и жить, как все хочется, как мы видим, какие-то много конкретных примеров. Есть людей, которые, пройдя, выжив эту катастрофу, выжив, то, что они в эти концлагеря сняли с себя все, 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 все религиозные принадлежности и сказали, ну, по-видимому, если такое зло существует в мире, нет Бога. Надо знать, что есть люди более интеллигентные, которые пытаются на основе логики построить доказательства того, что не может быть вожественного присутствия, если мы видим зло в этом мире. Останется время, чуть обсудим это более точнее. Это интересно, как логика строится это. Но сначала давайте обсудим это эмоциональную часть, назовем это одну эмоциональную часть, отрицание, наказание и вознаграждение, и другое назовем рациональную часть, с точки зрения эмоциональной. Этот вопрос решается очень просто, гораздо проще, чем нам и думать. Что только люди не придумали, чтобы себе оправдать, и чтобы вот эту тему не трогать, и что любимая формулировка, которая сейчас существует, это никто не может понять, об этом нельзя говорить, все хотим замазать, ну просто, чтобы не создать новый конфликт, чтобы не создать, и никто это не знает, никто не может это сказать, ложь. Это все часть той же самой пропаганды этого дурного начала. Все у нас написано, все ясно, и не надо ничего прятать. Когда люди приходят и спрашивают этот вопрос, который исходит от их эмоций, особенно от людей, которые все это прошли, кстати говоря, кто прошел сам, люди, которые прошли катастрофу, прошли какое-то несчастье, лучше не обсуждать с ними эту тему, потому что на самом деле, по-видимому, с такими людьми, только с такими людьми правомерно сказать, никто не знает, что делать, вот такая жизнь, судьба, успокоить их, пойти там отвлечь их другим разговором, ну просто рациональная часть в дискуссии с ними отсутствует, у нас с ними надо просто говорить эмоционально в ихнем духе, а есть еще люди, которые используют это, ну давайте с них спросим, сколько раз меня этот вопрос спрашивают, на занятиях, на это особенно, люди приезжали, а где был Бог, когда вот была эта катастрофа, 6 миллионов, секундочку, где был Бог, я не понимаю, вы верующие, вы человек, который говорит, нет, есть Бог, нет Бога, что же вы спрашиваете, где Он был, Его же нет, вы же сами говорите, вы понимаете, люди готовы дойти до полного абсурда, прописать несуществующему Богу, значит, жуткую такую вот несправедливость и жестокость для того, чтобы сказать, что Его нет, то есть это уже все перевернуть, решить, Он есть или нету, есть только ноль или один, есть только две возможности в этой ситуации, то ли Он есть, то ли нету, если Его нету, ну, тогда, по-видимому, вопрос, а Его жестокость или, так сказать, Его причастие всем это просто неуместен, Его просто нету, а если Он есть, ну, тогда давайте, если Он есть, то по всему списку пройдемся, вот, сотворение мира, того, что Он сотворил весь мир, то, что Он управляет этим миром и так далее, тогда мы увидим, секундочку, Он как-то все этот миром управляет, не вы, я понимаю, что вы тоже понимаетесь, и у вас тоже есть чувство развитой справедливости, но если Он сотворил мир, мы сейчас разбираем вариант, когда Бог сотворил, Творец сотворил мир, да, так Он сотворил вас и сотворил вас, вам, чувство справедливости, оказывается, что ваше чувство справедливости, оно более справедливое, чем у самого источника этой справедливости, так может быть? Вы сотворили этот мир, чтобы его так жалеть? Есть кто-то больше, кто сотворил мир, и он жалеет о том, что такое происходит? Кто может знать и понимать, что есть хорошо и что есть плохо в этом мире, если Творец, если Он сотворил мир, а не мы? Кто может это знать? Кто может понять? Он же есть, значит, он понимает лучше, сверху виднее, а мы смотрим через маленькую щелочку и пытаемся понять, что такое хорошо, что такое плохо. Снова, это не тема, только скажем, мы можем понять, человек тут, находясь тут, в этом мире, в новом состоянии, понять, что такое хорошо, что такое плохо. Он может понять, кто злодей, а кто праведник. Он может понять, злодею действительно хорошо, или праведнику, на самом деле, так плохо. Мир скрыт от него. Человек ничего не видит, он видит только, что он видит, а еще больше, что он хочет видеть. И более того, сколько есть историй, которые тут каждый из вас может рассказать. То, что казалось сейчас плохим, в сегодняшнее какое-то время оказалось хорошим. Вот сейчас, это было так хорошо, смотришь, какое-то через какое-то время это стало плохо. Один человек, который у него заболел, и ему надо было сделать операцию, отрезали ему палец. Это был конец света, он все думал, все конец. Начался война, его не взяли на войну. Он единственный, который остался из всех живым. Так это было плохо или хорошо? И таких примеров, и наша тема. Перед каждый из вас, может вспомнить в своей жизни сотни, что он думал, что это было так плохо, а не прошло какое-то время, стало хорошо. И наоборот. Человеку что-то болит, он прибегает в больницу. Спасите! Что эти делают, эти в белых халатах? Они его начинают ему делать, говорят, тебе тут болит? Он говорит, что вы меня трогаете, мне же тут болит. Он говорит, а где ты хочешь, чтобы мы тебя трогали? В каком месте? Наоборот, в том месте, где тебя болит. Там надо трогать, так мы можем тебя только спасти. Но когда мы тебя там будем трогать, тебе будет больно, то всего лишь наберись терпения, ты увидишь, что ты останешься жив. Ты не хочешь боли, пожалуйста, но ты умрешь. Есть, что называется, хишбон кляли. Есть общий подсчет в этом мире. И мы все время в наших человеческих глазах, земных глазах, всегда видим только вот этот хишбон, вот этот подсчет этого мира. Мы видим только это, мы понимаем так. Что такое хорошо? Хорошо это вкусно, комфортабельно, приятно, никто не мешает, никто не угрожает. Это хорошо, верно? А что такое плохо? Плохо это, когда болит, когда не хватает, когда они там не уважили, не уважили, еще так далее. Теперь давайте просмотрим каждый из них по отдельности. Мы увидим, что ни один из них не соответствует ни критериям, ни добра, ни зла. Это может все поменяться. Ведь если мы решим, что в мире нет Бога, ну нет, человек из стенки, как мы сказали, молекулы бились, 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 видите, и люди выбились. Теперь. И тогда что? Поиск удобств, комфорта, вкусного, и так далее. Надо тихо, спокойно пройти жизнь. Непонятно, как мы родились, непонятно, как живем. Тихо, спокойно надо в гроб уйти, умереть. И вот тогда действительно, понятие добра и зла, они ясны. Есть критерии, чтобы мне не мешали умереть спокойно. За это все единственное. А если мы говорим, нет, мир сотворен, и я сотворен для целей, и моя цель, в конечном итоге, не жизнь в этом мире, а в мире грядущем. Э, давайте рассмотрим жизнь нашу тут с точки зрения того, как мы должны попасть в мир грядущий. это совершенно уже другой взгляд. Так драк вдруг выясняется, что тихая, спокойная, сытная жизнь не оставляет нам место в грядущем мире. Это самое большое зло, которое есть. У нашей в голове нам кажется, что это нет больше добра, чем тихо, спокойно, уютно, комфортабельно жить. А это гроб, это мертвичина, это ничего, это только этот мир, а на тот ничего не остается. А те, которые наоборот, тут они бегали, тут страдали, тут надо бороться, тут что-то переборо. Это единственное, что там останутся крупинки для того, чтобы это осталось в грядущем мире. Все по-другому видится сверху. Картина, все понятнее этих страданий, трагедий, войны, непонятно, что, как. это подсчеты самого Творца, который человеку действительно не понял. Совершенно не могу понять. Поэтому все, о чем мы тут говорим, это эмоции людей. Эмоции людей, которые далеки и далеки от желания понять истинную картину этого мира. Они болят свою боль. Им болит. Все. Таким людям надо сочувствовать. Это никакой связи не имеет прояснениями истины в этом мире. Теперь. А отсюда? И ответы на все вопросы, которые сопутствующие, которые тут есть. Первый вопрос, а как может быть, что праведники страдают, а негодники торжествуют? во-первых, это неверно. А картина это не такая. У нас и в Торе в жизни мы видим о том, что праведникам живется хорошо, а грешникам живется плохо. Это ясно и очевидно. А вопрос, который спрашивают, еще спросил это саму Шарабейну, и спросил это Иов, и спросили, кто только не спрашивает в мире. Как может быть, что в мире, который, на первый взгляд, Творец установил такой, знаете, в форме, которая повторяет саму себя, в которой есть законность, который четкий закон один, казалось бы, должен существовать, что кто делает добро, должен достаться добра, кто делает зло, должен его посетить наказание. Как это правило вдруг может нарушаться? Почему? Потому что это исключение с правилом. Потому что иногда мы видим, иногда, мы видим, исключение с правил, какой-то праведник, на первый взгляд, страдает. А какой-то негодник, смотришь, смотри, как хорошо живет, торжествует. Это вопрос единственный, который есть. Но даже к этому вопросу, если присмотреться, мы увидим саму или другую картину. Давайте спросим самих праведников. Ведь нам кажется, что он страдает. Но это страдает в наших глазах. Когда мы видим страдание другого человека, чтобы знали человек, когда у него сострадание всегда проходит через его «я». Через вот «я». Вот как я бы в этой ситуации, я бы страдал, мне было бы плохо, у меня чувство сострадания появляется. Мы иногда видим страдание этого праведника. И нам кажется, смотрите, в каких условиях жизненных он живет. У него нет элементарных условий. У него даже, я прощу прощения, туалет на улице. И все, несчастный, бедный. Смотрите, как бедный ему хорошо. А ну, пойдите, спросите самого праведника. по-моему, все хатистские истории, верно? Они построены вокруг того, как посылали какому-то несчастному там бедняку, который вообще не понимал, о чем его спрашивают. Почему? Потому что у него он жил совершенно другой внутренней жизнью, где вот эта бедность, которая рассматривалась другими как несчастье, он ее видел как самое большое почитание, большой-большой подарок с небес. Поэтому иногда нам кажется, что страдают праведники. Это только в наших глазах, а на самом деле не страдают. А иногда мы видим, что грешники торжествуют, как им хорошо живется. Но снова это только в наших глазах, это наше воображение. Мы, в принципе, хотим разбогатеть, мы хотим быть богатыми. Это вся наша проблема. Поэтому нам кажется, что если видеть, а, он разбогателся, смотрите, знаете, он хорошо живет. Я не говорю, что прочтите его биографию или чуть-чуть, чуть-чуть изнутри и выдрубить. Это самые несчастные люди, которые есть. Только снова заработали, только угробили все свое здоровье, чтобы заработать. А теперь угробят всю свою душу, чтобы от страха сейчас отберут все, что заработал. Все усилия уходят на то, чтобы отбиться от всех остальных, которые хотят что-нибудь врать, что-то он даже, которые, если даже не хотят, все равно он боится, а вдруг да, хотят. А я не заметил. Перессорились со своими близкими, три раза развелись, имея четырех детей от разных жен, он все судится с ними. Посмотрите, игра, биография, им хорошо. Естественно, что время от времени показывают их фотографию, как они там, они там пока хорошо сфотографировались, их там где-то ролик сняли, так сказать, красиво вошли, с какой улыбкой, провели впечатление, то это, с какой-то подругой одна, другая, то это, смотришь на это, люди смотрят, их покупают дешево-дешево этими роликами, фильмами, которые сняты профессиональными, профессионалами, которые умеют рекламу делать. Смотрим, о, люди живут, вау, о, люди живут, а, живут, им еще хуже живет, чем устроен. Баки, тут, непонятно, кто, непонятно, что есть добро, непонятно, что есть, непонятно, кто праведник действительно страдает, может, вообще не стоит, а тот торжествует. Все эти претензии, они претензии эмоциональные, нет за этим рациональных претензий. Поэтому, когда приходят и говорят, а, нету в этом мире ни наказания, ни награды, ни наказания, нет базы этой рациональной. Теперь давайте пообещали, можем скажем, да, все-таки рациональную базу. Она существует. А ну, смотрите, интересно, это очень интересно строится, так сказать, это тоже долгое время даже это не слышал, потом, когда услышал, очень понравилось, хотя бы, хотя бы какая-то здравомысля есть в претензиях этих атеистов. Они говорят так, вот смотрите, как мы определяем Творца? Бог. Да, Бог. У него есть, что называется, как бы, свойства его, которые, атрибуты называют. Он всезнающий. Вы согласны? Да. Он милосердный? Да. Он всемогущий? Конечно. То, давайте пойдем. Вот смотрите, он, если он всезнающий, значит, он знает, что есть Бог? Знает. Если он милосердный, то, видимо, он не может зла допустить, он же милосердный. Если он всемогущий, значит, может пресечь зло. Он же всемогущий. А он тебе говорит, проверка, давайте посмотрим, в мире есть зла или нет. Есть зло! Если зло, тогда одно из трех. Или он это не знает, но это противоречит его атрибуту. Или он не милосерден, что это тоже противоречит атрибуту милосердия. Или он и знает и хочет, чтобы не было зла в этом мире, но не может. Что тоже противоречит атрибуту всемогуществу. Что? Это уже красиво, это уже хорошо. Человек прочтет это, слышится, верно? Слышится очень даже впечатлительно, очень убеждающе, действительно, что заодно, какие противники. Давайте посмотрим, как эта пропаганда, на чем она строится. Все очень просто. Начинается с того, что атрибут милосердия, он интерпретируется по-человечески. Знаете, так сказать, Бог, я, приблизительно одно и то же. То есть, милосердие, но если милосердие, ну это может допустить зла, не может допустить зла. Так они понимают. А с другой, давайте еще. Странным делом, но они почему-то в атрибутах Бога, они как-то вот согласились, что ему присуще милосердие. Но во всех книгах, неважно даже какой конфессии, сказано, что ему присуще не только милосердие, а в основном правосудие. Куда делать правосудие вдруг? Куда ваши списки? Вы сделали хороший список из стройки. Всезнающий, всезнающий, милосердный, всемогущий. А куда делать правосудие? Ну и что вы хотите, то надо все его качества выстраивать, а не только те, которые выгодны вам. И тогда вдруг выясняется совершенно другая картина. А какая картина? Ведь изначально мир, он устроен, если вы уже хотите, вы признаете, что есть Бог, ну так давайте играйте, что называется, на нашей стороне, на поле соперника. Вы пользуетесь нашими же как бы определениями, хотите найти в них противоречия и нас победить. Это, кстати говоря, самый правильный подход. Только надо его делать корректно, логически корректно. А тут логически он делал некорректно. Почему? Потому что пропустили, что называется, атрибут правосудия. И он не какой-то еще какой-то там, а он основной оказывается. Мир сотворен изначально, по мере правосудия, как и любое творение. Понимаете, что такое правосудие? Правосудие – это вот так. Вот микрофон. Видите, все видите микрофон. Вот вы меня сейчас слышите. Чтобы тут не накаркать, чтобы это самое. Вдруг он раз прекратил работать. Так как он был сотворен для цели своей, а он прекратил эту цель осуществлять, то правосудие, оно моментальное на какое-куда? Раз, и в урну. Ну, естественно, можно там пытаться его исправить, а в наше время уже ничего не справляет. Работает, не работает. И раз в урну. А что, есть больше какая-то справедливость, правосудие, чем это? Все должно, или ты соблюдаешь цель своего сотворения, или ты моментально получаешь наказание. А мир так и был сотворен. Любое творение это правосудие, сто процентов правосудие. Но только видел творец, так сказано об этом еще в самом начале творец, что мир не может существовать только на мере правосудия, то он еще добавил к этому параллельно управление милосердием. Теперь, а что делать милосердием? Что делать милосердием? Оно что, отменяет правосудие? Нет, вовсе нет. Она его отдаляет. Она его только оттягивает на другой срок. Она позволяет человеку исправление своего прегрешения. А правосудие, а грех невозможно его за грех невозможно не получить наказание. Есть люди, говорят, Бог простит. Что еще Бог простит? Это люди уже не понимают. Нет, Бог никогда не прощает. Нет такого простить. Это в реальности не существует. А что да, существует? Существует мера милосердия. Что она делает? Она говорит так. Согрешил. Вот тебе вот сказать, сказал Лошонара злословие, в принципе язык твой должен был выпасть прядь на месте или засохнуть. Прямо на месте. Украл, рука прямо раз и вот засохнула. Вот прям отвалилась. Так должно было произойти. Резвие в величии своем. Что он делает? Он говорит так. Милое милосердие. Так знаете, что? Ты мой сын, ты моя дочь. Я подожду. Ты пока еще маленький. Подрасти. Я тебе дам еще шанс. Я тебе такую ситуацию строю, такую ситуацию. Этимирану. Когда ты будешь испытываться в этом злословии так злобой. Я тебе думаю, чтобы ты исправил себя. Это мера милосердия. Правосудие никуда не уходит. И произойдет одно из двух. Или человек сам исправит свой грех. И тогда это будет проще всего. Наиболее безболезненно. Или его наказание получит в любом случае. Или в этом мире, или в грядущем мире нет возможности не получить наказание. Получается отсюда вещь интересная. Как раз наоборот, чем они в своих фантазиях тут придумали. Мера милосердия, которую они говорят, из-за нее зло существует. Представьте себе, человек сказал злословие и отвалился язык. Украл, рука засохла. Скажите, кто-то бы крал бы, кто-то бы играл злословие. Не было. Не было вообще возможности свободы выбора, не было возможности спать с нами. Клюв, ничего бы не было. Что делает Мера милосердия? А позволяет человеку испытания еще раз, еще раз, чтобы исправить себя, еще раз, чтобы исправить себя. Естественно, что человек не сразу ему удается себя исправить. А это что, порождает зло? За это время он успел еще парочку убить. Может быть, потренировавшись на 10-м, и тот факт, что эти люди убиты, им было положено уйти из этого мира, единственное, он будет обвинен в том, что он оказался посланником этого. Это уже другая тема, мы ее не касаемся. Но факт тому, что, в принципе, миломилосердие, она та, которая позволяет существование этого зла. С точностью, наоборот, чего, чтобы этот человек со своей головой додумался. Поэтому все эти претензии, что он знает, да, он знает о том, что творится зло. Но только это не зло в его понимании. Он милосерден, еще бы, это милосердие, оно позволяет этому злу существовать. Он всемогущественный, конечно, всемогущественный, только снова не так, как они понимают. Всемогущество как раз и в том и состоит, что оно всемогущественное, что оно не только может хранить добро, но оно может еще и допускать зло. Всемогущество это все, и это, и это, и это. То есть, полностью наоборот, чем ихняя логика, которая не имеет собой никакой основы думаю эта тема она уже более не менее ясна и исчерпана в мире в этом мире существует в этом мире существует вознаграждение в этом мире существует наказание продолжает рабей на бахе только завершая только это эту тему и говорит о том что если дурное побуждение потеряет надежду одолеть нас в том что мы сейчас обсуждали обсуждали то есть в существовании наказания и вознаграждения в этом мире она попытается заставить нас усомниться в награде наказания ожидающий на будущем мире на основании того что об этом очень мало сказано в книге торы да и это не прямо лишь намеком это огромная тема помните было посвящено целая глава помните мы мы обсуждали семь причин почему в торе не указывается в напрямую о грядущем мире и надо отослать к этим урокам они очень важны и чтобы понять что об этом в напрямую в торе просто технически невозможно было это изложить отдельно тем не будем касаться так или иначе приводит арбейн бах еще много дополнительных источников о том самом деле грядущий мир до упоминается у нас писаний приводит из каилет из книги захарья из книги тейлим из книги шая у приводы цитаты которые говорят о том что во всех них есть намеки на грядущий мир и кроме всего прочего надо снова вернуться к прошлым урокам там подробнее об этом разъясни но почему это не упоминается по каким причинам и на основе чего мы знаем о том что грядущий мир до существует снова в надежде что несколько слов которые мы тут говорили будет являться тем светом который разгонит тьму который нагоняет на нас дурное побуждение каждый раз пробуждая в нас новые сомнения вот видите снова завершая только снова напомним этот извилистый путь по которым он идет в начале побуждал сомнением в сохранении души после смерти потом существование всевышнего потом вы в том и может быть и там их множество после этого сомнения в том что он большой мы маленькие нет никакой связи между 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 нами а потом что то ра может быть неверная а потом что может быть то ра может быть письменно верное но может быть устные таре не надо доверять а когда уже в этом он не не смог нас победить тогда он говорит послушайте но уж точно уже нету сахар ва он еще нет уже вознаграждение наказания кстати говоря совершенно забыл осветить целые цемные целые кусок из этой темы просто что и надо что человечество многие многие мыслители надо знать что многие мыслители готовы принять готовы принять включая современных включая самых больших ученых которые есть которых готовы принять что объяснение мира возможно только если принять за основу какое-то организующее начало называть ее разумный замысел называть ее какой-то бог называть как они не хотят определять но они понимают что есть какое-то организующее начало во всем этом мире например альберт айнштам был известен как один из последователь такого называемый так называемый да изма да ну вот принять о том что этот бог или это организующее начало участвует в их не лично жизни наказывает их или вознаграждает не это уже в голову не могли себе представить так как они могли себе представить ну значит то есть не смогли вычислить это ну знаешь по имени то не существует и поэтому они тоже это отвергали идя по этому пути как мы видим все это прямо перед нашими глазами было тогда и сейчас попытка не царара попытка дурного побуждения пробудить нас сомнения в самом основном самом центральном о том что да есть творец но у нас не наказывает и у нас не накажет не поощряй а так как у нас не наказываете не поощряет что хочу то и делаю видите какое прекрасное ощущение жизненное без нагрузки называется нас никто не никакого страха перед богом не должно быть а если нет страха то нет любви он там я тут спокойно живем мы остановились посередине это еще не конец саги это все продолжается следующий раз продолжим с вами и следующее сомнение которое посеет дурное началом дурное побуждением нашим сердцем а пока всем доброго привет из русали